И красная донка, не будь там не жестока, не будь там не жестока, не будь там не жестока, жестока. Творческим концертом открыли в первой библиотеке выставку работ нашего земляка Николая Пискарева. Зарисовки людей, картины с красивыми пейзажами, цветы, природа – все это навеяно и тесно связано с жизнью художника в своем доме в Звенигороде. Здесь были созданы его лучшие произведения. Эта выставка такая камерная, и я бы ее такой назвала домашней. Тут представлены в основном рисунки и акварели, сделанные в Звенигороде, в доме, где Николай Иванович Пискарев прожил почти 30 лет. Там был его дом, жила семья. Ирина Пискарева – внучка художника, стала хранителем творчества Николая Ивановича. Она родилась уже после его смерти, и деда знает по рассказам матери. Он обладал непростым характером и огромным талантом. Его картины украшают книги великих писателей – Пушкина, Толстого, Луначарского. Он преподавал в наборно-типографическом и книгопечатном отделении. О том, каким был Николай Пискарев, без слов говорят его картины. – Судя по работам, можно говорить о его характере, это какая-то чистота. И восхищение жизнью, восхищение красотой, восхищение природой. Потому что, когда смотришь на работу, понимаешь, что он любил это все, восхищался человеком, который так любит свою, скажем так, родину, а Звенигород – это для него была родина, он не может быть плохим, он не может быть злым. Художник умер в 1969 году и похоронен в Звенигороде. Он не успел осуществить многие свои планы и задумки, но оставил нам свои картины и гравюры и оказал большое влияние на развитие полиграфического искусства. Полина Бахова, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».